Добрый день! Меня зовут Алексей Лукин, я разработчик алгоритмов в компании Изотоп. Сегодня мы поговорим с вами про пиковые уровни сигнала, как они измеряются и что необходимо учитывать при работе сигнала. Исторически первыми индикаторами уровня сигнала были так называемые VU-индикаторы от Volume Unit, то есть уровень громкости. Как мы скоро увидим, эти индикаторы измеряют не что иное, как RMS, то есть среднеквадратичное значение сигнала. Индикаторы VU представляют собой обычный амперметр или вольтметр со стрелкой. Поскольку стрелка обладает некоторой конечной массой, то индикаторы показывают немгновенное значение сигнала, а благодаря стрелке они обладают некоторой инерционностью. Инерционность индикаторов измеряется с помощью величины, которая называется временем интеграции сигнала. В первом приближении время интеграции показывает длину окна, в котором индикатор усредняет мощность сигнала. Если говорить более точно, то время интеграции это время тонального импульса такой длительности, при которой индикатор недооценивает уровень сигнала на 2 дБ. Время интеграции VU индикаторов составляет приблизительно 200 мс, а за 300 мс стрелка их должна находиться в пределах 1% от окончательного установившегося значения. Как мы понимаем, такая инерционность индикаторов достаточно неплохо коррелирует с RMS значениями уровня сигнала, а не с мгновенными, то есть она позволяет оценить громкость сигнала лучше, чем это сделали бы индикаторы, которые показывают мгновенный уровень мощности сигнала. Такие индикаторы исторически были стандартизированы в начале 40-х годов и применялись для измерения уровня сигнала в телефонных сетях и на радио. Одной из проблем при использовании таких индикаторов являлась недостаточная чувствительность таких индикаторов к кратковременным сигналам. Они не позволяли эффективно предотвратить перегрузки. И для того, чтобы измерять пиковые уровни сигнала, были придуманы индикаторы менее инерционные, которые назывались PPM или Peak Program Meter, то есть индикатор пикового или, точнее говоря, квазипикового уровня. Квази, потому что они меряют немгновенное значение мощности сигнала, а также обладают некоторым временем интеграции. Стандартным временем интеграции PPM индикаторов является 5 или 10 миллисекунд. Чтобы стрелка не колебалась слишком быстро, у них также введено некоторые ограничения на время спада стрелки. Скорость спада была установлена 10 дБ в секунду. Использование таких индикаторов позволило более эффективно измерять пиковые уровни сигнала и избегать перегрузки в аналоговой аппаратуре, чем использование индикаторов ВУ. Однако для цифровой аппаратуры скорости этих PPM индикаторов по-прежнему было недостаточно, ведь даже перегрузка длиной всего лишь в одну миллисекунду на тональном материале может быть хорошо слышна и заметна. Именно поэтому желательно было получить индикатор, который регистрировал действительно мгновенное пиковое значение сигнала. Такой индикатор сейчас присутствует практически в любом софте, в любых цифровых рабочих станциях, которые обладают индикатором уровня сигнала. Этот индикатор уровня сигнала в большинстве софта устроен очень просто. Он измеряет максимальное значение цифровых отсчетов сигнала. Давайте посмотрим, что происходит с аналоговым сигналом при оцифровке и каким образом измеряются цифровые пиковые уровни сигнала. У меня для этого есть небольшое демо. На этом рисунке синей волной показан аналоговый сигнал, который будет оцифровываться. Вот работает аналогово-цифровой преобразователь. Он начинает измерять значение аналогового сигнала через равные интервалы времени. Как мы видим, цифровые отсчеты, показанные здесь белыми квадратиками, совсем не обязательно совпадают по времени с пиками аналогового сигнала. И поэтому пики аналогового сигнала могут быть больше, чем величины цифровых отсчетов по уровню. После того, как сигнал оцифрован, в звуковой файл записываются значения цифровых отсчетов, как видно на этом слайде. Эти значения цифровых отсчетов и фигурируют во всей дальнейшей обработке файла и работе с ним в цифровой рабочей станции. Когда цифровая рабочая станция измеряет пиковые уровни сигнала, вот на этом отрезке она нам найдет следующее значение. По-английски оно называется sample peak или digital peak value, то есть мгновенное пиковое значение цифрового сигнала. Вспомним теперь, каким образом цифроаналоговый преобразователь будет проигрывать эту волну. Многие представляют себе работу цифроаналогового преобразователя как соединение вот этих вот квадратиков, то есть цифровых отсчетов, ступеньками или прямыми линиями. Ну, например, вот так. На самом деле это представление неправильное. Цифроаналоговый преобразователь, если он не сломан, конечно, правильным образом восстанавливает аналоговую волну практически в точности такой, как она была до оцифровки. Это возможно благодаря так называемой теореме Котельникова-Найквиста-Шеннона. Эта теорема гласит, что если спектр исходного аналогового сигнала перед оцифровкой был ограничен половиной частоты дискретизации, то цифроаналоговый преобразователь сможет восстановить исходный аналоговый сигнал практически без искажений. Таким образом, вот эти прямые линии на самом деле не существуют, а цифроаналоговый преобразователь в точности восстановит вам исходную волну. Как видно, пиковые уровни этой волны совпадают с пиковыми уровнями исходного аналогового сигнала. И поэтому они, в частности, могут превышать максимальное значение цифровых отсчетов. Такие пиковые уровни аналогового сигнала, восстановленного по цифровому, принято называть true peak, то есть настоящий пик. И их можно вычислить и без цифроаналогового преобразователя, а лишь с помощью процесса, который называется oversampling или интерполяция.